Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Ну что, продолжаем разговор о комнатных цветах? Продолжаем. Но вначале я хочу сказать, что это наша первая передача в 2019 году. Я надеюсь, что наши телезрители, наши любимые дачники, любители комнатных цветов хорошо встретили 2019 год, встретили Рождество, загадали много желаний. Я и хочу пожелать им, чтобы все эти желания исполнились в этом году, пожелать им хорошего здоровья, хорошей погоды и хорошего дачного сезона, больших урожаев. Но за окнами зима, холодно, морозно. И сегодня мы о даче говорить не будем, а будем говорить о комнатных цветах. Тем более, что любителей комнатных цветов у нас много. И многие дачники очень любят выращивать в своих квартирах комнатные цветы, потому что это им напоминает о даче. Потому что комнатные цветы всегда украшают жилище, дают нам поработать с землей, с растениями. И, конечно, если спросить у любителей комнатных цветов, а как ухаживать за цветами зимой, когда такой дискомфорт, согласитесь, когда короткий световой день, солнышка практически нет, в квартирах жарко, воздух сухой от батарей. И, наверное, многие скажут, что нужно чаще поливать, потому что бы растения не засыхали. И ответят неправильно, потому что уход в зимний период за комнатными цветами, он отличается от ухода летом. И сегодня мы об этом как раз с вами поговорим, как правильно ухаживать за цветами зимой. Вы уже коснулись темы полива. Как же правильно поливать растения, комнатные цветы именно в зимний период? Цветов много, наверное, у каждого. И все цветы разные. Какие-то цветы цветут, есть суккуленты, кактусы, есть листовые декоративные, у которых красивые листва. И каждый требует своего подхода в зимний период. Хочу сказать сразу, что практически все цветы зимой ведут такой пассивный, скажем, образ жизни. У них вегетативный покой. Потому что им тоже дискомфортно, как нам с вами. Например, я зимой всегда чувствую дискомфорт, потому что холодно, не хватает тепла, солнышка. Так и цветам. Они стоят у нас на окнах, света мало, подоконники, как правило, холодные, стекла холодные. Из комнаты идет теплый воздух, от окна и от подоконника холодный воздух. Потом не так активно работают корни. И растения многие впадают, ну не в спячку, просто отдыхают. И если поливать растения так, как мы ухаживаем за ними летом, это будет в корне неправильно. Потому что, находясь в состоянии покоя, растения не дают нам вот такого роста активного. Ну, вы, наверное, замечаете, что не дают побегов. Или как бы замирают в своем развитии. Они живые, но активного роста не наблюдаются. Поэтому и поливать цветы нужно реже. Обязательно поливать, когда верхний слой просохнет. То есть, должны быть перерывы вот такие между поливами. От одного полива до другого где-то неделя должна проходить. И когда вы полили свои комнатные цветы, обязательно воду из поддона нужно выливать. Чтобы хороший был доступ к кислороду через дренажное отверстие. И поливать, конечно, умеренно, теплой водичкой, отстоявшейся комнатной температуры. Ну, как мы всегда об этом говорим. И зимой нужно чаще рыхлить почву в горшках. Потому что рыхление, оно еще называется сухим поливом. И оно как бы помогает растениям, корням дышать и находиться в таком жизнеспособном состоянии. Конечно, нужно и те растения, которые у вас стоят, допустим, в глубине комнаты, им жарче, чем тем цветам, которые стоят на подоконнике. Поэтому те цветы, которые подальше от окна, их нужно чаще поливать. А что касается суккулентов, вот кактусов, молочайных, они в поливе нуждаются совсем редко. Кактусы мы зимой практически не поливаем. Молочайные, там, суккуленты можно поливать раз в месяц. Но опять же, смотрите, когда уже начинают увядать листочки, вы видите, турго растения начинают терять, тогда можно поливать. Поэтому, как видите, поливы мы сокращаем до минимума практически. А вот опрыскивать листья нужно, за счет того, что мы поливаем меньше, нужно чаще опрыскивать из пульверизатора, такой нормальной комнатной температуры водой, листочки растений. Но опять же, не все. Если взять фиалки, то здесь мы листья ни в коем случае не опрыскиваем, потому что они у них ворсистые. И если вы будете опрыскивать фиалку свою из пульверизатора, то вы вызовете только загнивание листьев. Поэтому, если листья большие, вот допустим, пальма или монстер у вас растет, хоя, плющ, то там можно опрыскивание делать. Или протирать влажной тряпочкой вот эти большие листья для того, чтобы создавать своим растениям зимой максимальные условия для комфорта. Помогать им выжить в этот такой достаточно нелегкий период, потому что они тоже чувствуют, я уже сказала, дискомфорт. Поэтому нужно вот так за ними ухаживать. Конечно, проветривать нужно. Зимой-то мы проветриваем редко, а воздух свежий тоже нужен. Ни одно растение не любит сквозняк. Поэтому, если проветриваете комнату, обязательно убирайте растения. Или выходите на балкон, открываете балконную дверь, тоже холодный воздух заходит. Поэтому, конечно, растения от этого страдают. От того, что нет свежего воздуха, нет солнышка, нет тепла, короткий световой день. То есть дискомфорт полный. И мы должны растения наши в этот нелегкий период зимний поддерживать. Значит, рыхлим почву, поливаем пореже, опрыскиваем из пульверизатора листья и поливаем совсем-совсем умеренно. Вот такие требования к зимнему поливу растений. Наталья Викторовна, подкармливаем ли мы цветы зимой? Вы знаете, если растение находится в состоянии покоя, и некоторые видят, что прекращается рост цветов зимой. И думают, дай-ка я ему сдам ударную дозу удобрений, подкармливаю и подтолкну его к активному росту. Этим вы только усугубляете ситуацию. И так растению тяжело. А тут еще мы со своей подкормкой. Хочу сказать, что когда растение отдыхает, корни тоже отдыхают. И когда вы поливаете растения, находящиеся в состоянии покоя, вы вот этим минеральным удобрением, вы очень засоляете эту почву. Корни не работают, почва соленая, корни начинают гнить. И очень часто, наверное, многие замечают, что зимой многие растения гибнут. И гибнут от неправильного ухода, от того, что заливаем, от того, что кормим, когда этого не нужно делать. Кормить растения зимой можно только те, которые растут. Вот есть растения, которые и цветут, и продолжают свой рост активный. Вот эти растения мы продолжаем кормить. И то раз в месяц и дозу удобрений снижаем немножечко. Не такую концентрированную даем, как обычно, когда мы кормим весной период активного роста. Потому что корни не поглощают питательные вещества. И если ваши растения, ну те же фиалки, которые цветут практически круглый год, или орхидея растет, цветет, или, допустим, декоративно-лиственные фейкусы, или китайские розаны, растут практически круглый год. Мы их кормим раз в месяц. Можно минеральными удобрениями, можно разведенными органическими. А можно в домашних условиях самому сделать подкормку. Если у вас есть алоэ, это замечательный такой целебник, можно взять сок алоэ, чайную ложку, растворить в полтора литрах воды и сделать раз в месяц подкормку растениям, которые в этом нуждаются. Можно взять гранатовые корки или апельсиновые корки. Допустим, стакан этих корок настоять в литре воды в сутки и сделать такую подкормку. Очень хорошо банановая кожура. То есть то, что мы зимой часто едим фрукты, не выбрасывайте ни банановую кожуру, ни апельсиновую, ни корки гранатов. Прекрасное можно сделать удобрение. Так что кормим зимой только те растения, которые у нас растут, растут активно и активно цветут. Вы уже сказали о том, что часть растений зимой уходит в так называемую спячку, засыпают. А уходит ли в спячку болезни и вредители вместе с растениями или наоборот они активизируются и начинают действовать? Вы знаете, они не активизируются, но они существуют. Поэтому как и летом, так и зимой нужно внимательно следить за растениями. Они просто думают, что никаких вредителей и болезней зимой нет. В спячку они, к сожалению, не уходят. Поэтому есть и болезни, и вредители. Когда вы ухаживаете за растениями, поливаете их, обязательно посмотрите на листья, в каком они состоянии, нет ли вредителей. Потому что часто вредят и от сухого воздуха в комнатах, и тля появляются, и трипсы, и щитовка. Я недавно посмотрела на наше всеми любимое, вернее, на наше любимое с вами растение волос Венеры. Он такой прекрасный, у него такая резная красивая зелень, и оно хорошо себя замечательно чувствовало. И вдруг я заметила на нем щитовку. Да в таком количестве. Я думаю, что это когда я подсыпала почву, с почвы мы занесли щитовку. И она просто, вот все вот эти тоненькие побеги, они были просто вот усыпаны вот этой щитовкой. Пришлось механически ее счищать, потом обрабатывать фитовермом. Но в общем, следить за растениями нужно, потому что вредители существуют и в спячку не уходят. Что касается болезней, то чаще всего растения зимой болеют от гнилий. Вот представьте, стоит горшок у вас на окне, он холодный, грунт в нем тоже холодный, потому что холодно на подоконнике, а так на холодно. Еще вы поливаете постоянно, как летом, проливаете раз в два-три дня обязательно, чтобы растение росло. А оно ведь не растет, и вот эта вода, она не спаряется, корнями она не впитывается, и корни часто загнивают. Поэтому, конечно, с этим делом нужно очень быть осторожным, не переливать, чтобы уйти от бактериальных и грибных заболеваний. И следить за вредителями, которые тоже не дремлют ни зимой, ни летом. А можно ли комнатные цветы пересаживать зимой? Вот что касается пересадки, то я бы не советовала пересаживать комнатные цветы зимой. Мы все прекрасно знаем, что лучшее время для пересадки это конец февраля и март месяц. Когда растения, они чувствуют весну, как мы с вами чувствуем, потому что день становится длинный, солнышко светит ярче, температура повышается. Растения просыпаются от своего вегетативного покоя и трогаются в рост. Вот тогда их можно пересаживать, потому что корни начинают активно работать. И если вы пересадили растения весной, корни работают, и они сразу же в новом горшке начинают активно расти. А если сделать это зимой, когда корни тоже отдыхают, и вы пересадили свое растение, корни не работают. То есть вы сделаете только вред своему растению, если пересадите зимой. Поэтому оставьте свои комнатные цветы, оставьте пересадку, отложите до весны. Но можно пересаживать, если просто ЧП какой-то заболело растение, вы видите, оно погибает. Вот чтобы его реанимировать, спасти, разобраться в чем там дело, может вы его просто залили корни, поэтому можно пересаживать. Нужно. Или если вы видите, что горшок уже стал катастрофически мал, корни просто выпирают из дренажного отверстия, или уже выходят наружу, тогда, конечно. То есть вот по таким биологическим показаниям, если они существуют, то тогда можно и зимой пересаживать. Это уже, конечно, в крайнем случае. И вообще нужно отложить прищипку растений до весны, обрезку, потому что все это на них негативно сказывается. Они и так выживают зимой с трудом, пытаются дожить до весны, поэтому все вот эти процедуры с растениями оставьте до весны. И еще одно. Приятно, когда в комнате цветы. Все с этим согласны. Они украшают наше жилище, очищают воздух. Но многие есть любители цветов, которые скептически относятся к ним. Говорят, я хочу жить в квартире, спать в комнате, где свежий воздух. А цветы ночью забирают кислород, а выделяют углекислый газ. Но это общеизвестная истина. Поэтому многие не заводят цветы в спальне для того, чтобы они не мешали человеку ночью отдыхать. Я, например, спокойно сплю в комнате с цветами и не считаю, что цветы очень много забирают кислорода ночью. Но хочу наших скептиков обнадежить и сказать, что есть цветы, которые и ночью выделяют кислород, а поглощают углекислый газ. То есть замечательно подходят для содержания в спальне. Но о какие это цветы мы с вами расскажем в следующей нашей программе. Смотрите нас ровно через неделю. Это была программа «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова